Вот такой манок к использованию в охоте разрешен. Чтобы воспроизвести звуки, достоверно похожие на крики гусей, нужно серьезно потренироваться. Получится не у каждого и не сразу. А еще настоящий охотник изучает повадки гусей, их предпочтения, время и траекторию пролета. Задача постараться перехитрить эту умную птицу. По правилам охоты это засидка должна быть, скородок так называемый, профиля, манки электронные нельзя, а духовые вот пользуемся вот такими. И самодельные, и покупные. И удача, вера, и будет все нормально. Ну и гусь, чтобы прилетел. Но это кормовое поле, которое они привели, любовали и летали сюда каждые по три-четыре раза в день они летят, потому что, видите, уже сухо. А обязательно кукурузное зерно оно должно о ним запить. То есть бывает года, что бывает остаются лужи. И тогда он практически сутками сидит, если его не трогать, на одном месте. В данный момент мы находимся рядом с рекой Окой. Пойма была залита, то есть ему тут лететь буквально километр. И вот он по два-три раза на кукурузу наестся и летает на воду. Нам надо поймать, посмотреть, как пролетает гусь, выбрать правильное место, и тогда будет удача. Целое искусство. Если охотиться по-честному, добыть гуся непросто, но оттого и интересно. К сожалению, некоторые охотники в азарте правилами пренебрегают и нарушают. Именно поэтому сотрудники Росгвардии проводят регулярные рейды. Международный полиции Рогов Илья Андреевич. Документики можно в отмазать? Можно. Не нарушаем никогда. Мы проверяли охотников, наличие у них разрешения на хранение ношения огнестрельного оружия. Проверяли охотничье оружие. Соответственно, проверяли номера, совпадения, калибр. Ну и непосредственно сотрудникам Министерства природопользования осматривали. Что-то они поймали или не поймали. Кого-то подстрелили или нет. Основные нарушения – это незаконная передача оружия третьим лицам. Да, такое часто бывает. Это вообще административное право нарушения и влечет за собой в том числе конфискацию оружия. Также охотники иногда бывают в состоянии алкогольного опьянения. Также это запрещено законом. Транспортировка оружия. Бывают нарушения. Во-первых, оружие должно быть незаряженным. Оно должно перевозиться в чехле. Ну и отдельно от патронов. Соответственно. В ходе этой проверки нарушения не обнаружили, а к недобросовестным и безответственным горе-добытчикам и у самих охотников подход категоричный. Обязательно, я думаю, нужны. Люди не понимают, как правильно охотиться. Надо проводить с людьми охот-минимумы, чаще разъяснять, как надо правильно охотиться. Тогда будет все хорошо. Весенняя охота открыта в регионе до 1 мая. Добывать можно гусей, селезней, а также болотно-луговую дичь, например, вальшнопов и тетеревов. Однако не пренебрегая правилами безопасности и нормами, которые предусмотрены законом.